Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня уже очень многое сказано, и мне представляется, что после пленарной сессии делать еще одно введение, было бы неправильно, было бы потеря времени. Мне кажется, что мы можем просто сейчас описать несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить сегодня. Во-первых, нас всех интересует развитие того инструмента, который условно можно называть мегагранты, хотя на самом деле это целая группа инструментов, проектов, которые были запущены некоторое время тому назад. Это были и мегагранты, это были и так называемые проекты по 218-м постановлению, когда деньги давались на более тесную кооперацию промышленности и научно-образовательных учреждений. Это и новые гранты Российского научного фонда, достаточно большие для того, чтобы можно было, опираясь на этот грант, не только обеспечить эффективную работу существующей лаборатории, но и даже запустить новую лабораторию. Вот эти инструменты, они не только, на мой взгляд, но и на взгляд тех, кто сегодня выступал, показали свою эффективность. То есть они показали, что на самом деле они действительно обеспечивают не только, как раньше говорили, поддержание штанов, они позволяют действительно начинать новые исследования, создавать новые коллективы и, в общем, двигаться вперед. Вокруг этих инструментов, опираясь на эти инструменты, возникли новые, как сказать, институциональные подходы, возникли новые идеи о том, как организовать науку в целом. Тут тоже нет однозначных подходов, так же, как и по инструментам. Есть с точки зрения, например, что грантовая система, она ограничена годно. Есть иная точка зрения, которая говорит, что только финансирование, которое имеет не только начало, но и конец, можно вообще поддерживать достаточно хороший темп развития науки. Наверное, как всегда, должен быть баланс, но, наверное, точно так же, наверное, это тоже надо обсудить. Именно для установления баланса, не для того, чтобы, значит, точно сказать, что только это или только то, а для того, чтобы определить, какое соотношение должно быть между разными подходами. Но одновременно с этим, мне кажется, мы уже можем себе позволить и должны поговорить о более серьезных вещах. Мы, кстати говоря, эту тему поднимали два года назад в Санкт-Петербурге. Два года назад это было, или больше? Два года назад, да. В Санкт-Петербурге это вопрос целеполагания для научных исследований в России, ну и, в общем, вообще. Есть две логики, исходя из которых ведется наука. Одна – это внутренняя логика развития самых научных исследований. Ну, скажем так, мы что-то делаем из-за того, что это просто нам интересно. Это просто очень интересно и очень здорово. Есть какие-то работы в науке, которые делаются, потому что мы понимаем, что какие-то иные исследования без методологии или с каких-то общих вещей развивать невозможно. Это относится не только к математике, относится к каким-то методическим методам, но это относится и к каким-то, может быть, достаточно серьезным исследованиям, из которых не видно практического, не следует практического выхода, но просто мы понимаем, что дальше знания, может быть, развиваться не смогут, или смогут развиваться не так эффективно. Есть и другая логика. Это логика ответа на внешние по отношению к науке запросы, на внешние по отношению к науке вызовы. Сегодня в мире существует, как вы знаете, понятие так называемых больших вызовов. Это те проблемы и те абсолютно новые возможности, которые открываются перед человечеством. И решение проблем и реализация возможностей невозможно без абсолютно новых знаний. Есть разветвление. И опять же, и здесь, так же, как и с инструментами, наверное, существует некий баланс. Где-то мы должны отвечать на внешние по отношению к науке вызовы, а где-то мы должны все-таки заниматься наукой, потому что этим надо заниматься. Потому что для очень многих присутствующих они не видят другой для себя деятельности, которая была бы их так привлекала, была бы так интересна и заслуживала бы такого внимания. Мне кажется, что вот если мы по каждому из этих вопросов как-то поговорим, а я повторяю, у меня есть своя точка зрения по каждому из этих вопросов, но мне было бы гораздо интереснее, если бы это была дискуссия, а не моя, пусть даже и короткая, но лекция или выступление, то мне кажется, что это было бы здорово. То есть первое – это внутренняя проблема наших мегагрантов, вообще инструментов, на которые мы опираемся, каков соотношение, баланс тех или иных инструментов, и более широкий вопрос, исходя из чего и каким образом мы должны думать о развитии науки. Это ответ на внешние, более или менее глобальные, серьезные выводы, либо это все-таки наше внутреннее дело, наша внутренняя кухня научная, наше внутреннее любопытство. Я, может быть, на этом просто сейчас замолчу, но мне было бы очень интересно и какие-то комментарии, какие-то вопросы, может быть, какие-то другие есть с точки зрения, но я с удовольствием тоже по каждому из этих направлений свою точку зрения выскажу, но я не хотел бы ее начинать с нее, потому что мне кажется, что мне было гораздо интереснее выслушать присутствующих здесь. Тем более, что разговор об этом на пленарке уже начался. Ну, вот такой я хитрый, я решил, значит, перебросить мячик присутствующим. Я думаю, Сергей Владимирович, вы будете вести или просто мы увидим, так сказать. Я думаю, что можно сделать простую вещь. Можно, как только есть желание, вот так поставить, и я тоже буду, когда я буду хотеть включиться в этот процесс, я тоже свое буду ставить, чтобы знали, что я тоже хочу что-то добавить, что-то сказать. Андрей Александрович, сейчас как только люди нажимают кнопку, так у них загорается, и они начинают гадать. Вот, да, Владимир Евгеньевич. Тогда всем вставать надо. Мы оторвёмся от микрофонов. Лучше нажать кнопку. Мне говорить по-русски или по-английски? Коллеги, здесь есть синхронный перевод, поэтому говорить на том языке, на котором удобно. Ну, ладно. Значит, я хотел бы привести следующие примеры. Вот когда Максвелл развил теорию электромагнитного поля, а впоследствии Герц реализовал электромагнитные волны в лаборатории, это не было ответом ни на какой вызов, потому что никто об этом вообще понятия не имел о том, что такая вещь возможна. Как введение электричества преобразовало нашу жизнь, это не надо говорить. Теперь, то же самое, когда Беккерель и Кюри начали заниматься радиоактивностью, это тоже не было ответом ни на какие вызовы. Это была, безусловно, внутренняя логика развития науки. И опять это чрезвычайно мощно преобразовало человеческую жизнь. А с третьей стороны, вот когда Бебридж и Бабкок стали делать или первые компьютеры, так сказать, ну, сначала такие, ну, создавать логику и потом усовершенствовать рифмометром, это было вызовом на требования общества, потому что нужно было, увеличился объем финансовых расчетов и нужно было их ускорять. Ну, вот я так думаю, два к одному, это и будет правильной пропорцией. Два в пользу науки. Два в пользу науки. Кто больше? Да, пожалуйста. Просто хочу сказать, что есть такие области, как, например, образование, инклюзивное образование, то есть есть группы, общественные группы внутри нашего общества, как, например, дети со специальными нуждами. И, конечно, это задача, которую нужно решать и нужно разрабатывать всякие программы научным путем. То есть мне кажется, что есть еще третий какой-то такой путь. Есть фундаментальная наука, есть социальные какие-то запросы, а есть группы, которым нужны социальные прослойки, на которых нужно обращать внимание и, в общем, их обслуживать. И это тоже задача, ну, не фундаментальной науки, но науки. И очень важная задача, с моей точки зрения. Коллеги, я просто в комментариях хотел бы. Я представляю, когда я говорю о внешнем запросе, это не внешний запрос, это не запрос государства. Это внешний по отношению к науке запрос. Это может быть запрос общества, может быть, в первую очередь запрос общества. Потому что, ну, так, если следовать точно тому, как должно быть, то государство – это все-таки выразитель общества, а не независимая субстанция. Поэтому мне кажется, что то, что вот вы сказали, я прошу прощения, я не всех вижу и не все таблички. Поэтому, если будут представляться люди, то это будет очень здорово. Мне кажется, что как раз социальный запрос – это внешний, но это очень важный внешний запрос. Ну, грубо говоря, качество жизни, например, это, может быть, важнейший запрос на сегодняшний день. Повышение качества жизни, и в том числе право на жизнь, право на нормальную жизнь. И это нельзя привязывать как исключительно к запросу каких-то официальных структур. Это запрос общества. Поэтому, в общем, ну, я бы сказал так, то, что вы сказали, это по технологии Владимира Евгеньевича, это относится все-таки к тому, что один, да? Это тоже теперь 2,2. Мне кажется, оперировать числами типа 2,1 или 2,2 очень по-детски в этой ситуации, потому что есть вызовы, на которые нужно отвечать очень быстро и вкладывать в это огромные средства. Например, в последние 60 лет мы постоянно конкурировали с бактериями с точки зрения разработки новых антибиотиков, а бактерии, соответственно, вырабатывали антибиотик резистанс. У нас сейчас, у человечества, не только у России, но у человечества сейчас практически нет. В конце концов, бактерии выигрывают. Это срочный вызов, на который нужно отвечать. В то же время это фундаментальный вызов, потому что разработка антибиотиков – это исключительно дорогостоящий высокотехнологичный процесс. И, скажем, Россия 25 лет назад была суперпауэр в области производства антибиотиков. Мы кормили антибиотиками полмира. Сейчас в России практически не производится антибиотиков. Это пример того, где числа два к одному или два к двум не играют. Есть срочный запрос общества, и на этот запрос в любом случае нужно отвечать для того, чтобы общество выжило. Можно я тоже свои три копейки добавлю тому, что сказал Павел? Значит, знаете, кажется, мы самонадеянные люди. Мы очень самонадеянные существа. Тогда, после миллионов лет, за которые установилась равновесие между биотой и антибиотой, мы решили, что мы за несколько лет способны равновесие всерьез нарушить, причем всерьез и надолго. Ну, надо быть вообще просто, значит, ну, очень самонадеянными существами для того, чтобы всерьез в это поверить. Однозначно природа отыграет. И, как в известном романе Стругарцевских «За миллиард лет до конца света», там очень хорошо было сказано, что бороться с природой бессмысленно, а, ну, как бы бояться природе, природу стыдно. Надо как-то понять вообще, есть ли решение, которое, не разрушая некие фундаментальные проблемы, тем не менее, позволят нам, человечеству, сохранить завоеванные позиции. А завоеванные позиции – это десятилетие продолжения жизни. Поэтому, вот, Евгений Иванович, может, я сейчас, я, так сказать, сижу тихо, но, может, я вас, потому что, на самом деле, мне кажется, то, что вот сейчас говорится, отчасти коррелирует с тем, что мы с вами обсуждали с точки зрения исторической генетики, Вас, конечно. Вот так, да. Ну, мы, честно говоря, сейчас немножко говорили, я сейчас добавлю просто к тому, что говорилось, раз уж об этом речь пошла, раз о вызовах. Ну, действительно, с одной стороны, возьмём того же Чарльза Дарвина, он создал свою теорию, потому что удачно вложил свои акции в железнодорожные компании и совершенно не заботился о получении грантов и так далее. Он спокойно писал свою книгу. Это первая возможность, так? Если бы такая возможность была, это было бы очень неплохо. Вторая по поводу вызовов. Действительно, существуют те, которые вызовы, нужно немедленно реагировать. Ну, в отношении бактерий мы их никогда не побеждали. При любом антибиотике число бактерий внутри организма число клеток намного превышает число клеток человека, даже в нормальном состоянии. Но, естественно, и Национальный институт здоровья постоянно, так сказать, выдаёт колы на те мгновенные вызовы, там, вирус ЗИКа, например, которые непосредственно сейчас нужно реагировать. Эту возможность тоже надо как-то учитывать. Но существуют же легко прогнозируемые долгосрочные вызовы, да, там общество стареет, понятно, что все болезни старения, они будут всё более и более увеличиваться в обществе, рак Альцгеймера и так далее. И экономическая нагрузка будет всё больше. То есть это тоже стоит закладывать. Вот. А по поводу исторической генетики, ну, это немножко... Просто есть... Когда приходит технология, то вдруг какая-то новая технология приходит, и вдруг оказывается, что возможно изучать то, что раньше, казалось бы, вообще не имеет смысла, не было возможности это изучать. Ну, вот мы говорили про историческую генетику. Ну, я просто этот вёл термин так, как бы, как оригинальный. Но, в принципе, это вышло из палеогенетики. Что это такое? У нас существует большое культуральное наследие. Оно заключается не только в всевозможных культуральных археологических находках, но и просто палеонтологических или исторических. И огромный материал, который хранится в Эрмитажах, многих музеях, институтах, он в настоящее время, в принципе, вывозится за границу, для того, чтобы изучать на уровне ДНК. Потому что ДНК стало, возможно, изучать достаточно недавно, особенно с новейшими геномными технологиями. Понятно, что вот такие области, они имеют какую-то, ну, честь национальную, что это исследования такие должны проводиться у нас в стране, потому что это достаточно, это большое богатство культуральное. То есть вот тоже такие какие-то вызывают, то есть возникают какие-то новые области, новые приложения, которые, казалось бы, они не были видны до технологии. Ну, вот так. Я имею в виду немножко другую вещь, что реально, если мы обсуждаем, если мы думаем о вот этом, может быть, конкретном вызове, который называл сейчас Павел, да, то, в принципе, если мы будем достаточно умны и достаточно, ну, как бы, креативны, то мы можем, может быть, отчасти и представить себе, что с точки зрения новых болезней, с точки зрения борьбы со старыми болезнями нас может ожидать, если мы пытаемся строить, к чему мы должны быть в большей степени готовы, а к чему в меньшей степени должны быть готовы. Ну, еще раз. В таком ракуре исторической генетике тоже годится, конечно, если исходить из того, что возможны исследования различного рода объектах археологических, в том числе, ну, и известные исследования по анализу происхождения чумы, насколько те эпидемии, которые были в Европе и выкосившие Европу, вот эти штаммы сохранились до сих пор и так далее. Ну, в таком ракурсе. Спасибо. Значит, вот, все-таки, еще раз говорю, что баланс, если я правильно понимаю, баланс между тем, что делается, потому что просто нам интересно, и между тем, что делается потому, что мы сталкиваемся с какими-то достаточно серьезными проблемами или возможностями, он на самом деле более сложно выглядит, потому что зачастую, делая то, что нам интересно, мы, ну, тут, собственно говоря, об этом Владимир Евгеньевич и говорил, мы зачастую переходим к тому, что на самом деле имеет весьма большую практическую прикладную ценность. Я прошу вас. Значит, да. Меня зовут Виктор Копьев. Я возглавляю грант в Пермском университете, сам я представляю ЦАГИ. Я хочу сказать, что вот противопоставление этих двух идей может быть немножко искусственно, потому что вот что значит, исходя из внутренней логики? Да, может быть, отчасти в математике это и так, но если мы рассмотрим ядерный проект, сколько ядерный проект инициировал великолепных теорий, замечательных идей, которые являются принадлежностью фундаментальной, фундаментальнейшей науки. В этом смысле мне кажется, что отсутствие глобальных проектов – это, ну, это очень плохо. Недавно, ну, лет, может быть, 10 назад один из работавших когда-то в нашем институте сотрудников, я не буду его называть, приехал из-за рубежа, и мы встречались. Он сказал, ты все до сих пор в ЦАГе? Надо же, ты в головном институте несуществующей авиационной промышленности. Вот. И засмеялся. Мне было очень больно, очень горько. Тем более, это было почти справедливо. Вот. Сейчас даже, в общем-то, небольшой проект МС-21, он, во всяком случае, в практике реализации, в том числе и отраслевой науки, и фундаментальной, сделал очень много. Потому что просто вот так вот выдумывать задачи очень важно для ученого, даже занимающегося теоретической физикой, чтобы параллельно были какие-то глобальные задачи. Да, вот разговор шёл о широкофюзеляжном, дальнемагистральном самолёте. Утеря эти компетенции в России, мне кажется, это невосполнимая утрата. Сейчас вот ШФДМС, если это уйдёт в Китай, что, скорее всего, и будет, судя по переговорам, в которых мне доводилось в последнее время принимать участие, значит, это будет китайская машина. А нам нужно, чтобы был глобальный проект, в который вкладывались бы деньги. Проект этот был бы промышленный и затребован государством, затребован был, ну или обществом, как хотите, называйте. Но он потянет за собой и на уху, и многое. Поэтому я бы обратно поставил тогда бы соотношение по отношению тому, что сказал Владимир Евгеньевич, имея в виду, что два к одному, если вкладывать в глобальные проекты, они потянут за собой фундаментальные, потянут за собой на уху, во всяком случае, но вот в той области, где я занимаюсь. Спасибо. Коллеги, отчасти на этот вопрос вообще можно так найти ответ, рассматривая, каково соотношение вложений, скажем, в мире. Если говорить в прикладные исследования, то всё-таки это как раз где-то два к одному в пользу того, что два идут от заказчика, от возможного, да, и поддержка со стороны, там государства, поддержка со стороны такого, ну, значит, паблик мани, это, ну, меньшая часть. Если мы говорим о фундаментальных вещах, то, конечно, ну, мы можем как-то ориентироваться, опираться на спонсорские вещи, но всё-таки в основном это деньги, которые были средоточены, значит, локированы из налогов государством и выделены прямым образом для того, чтобы, ну, от имени общества, правильно? То есть тут и так можно считать, два к одному, один к двум или все сто процентов. Вот. И дальше начинается вопрос, а можем ли мы сегодня позволить себе, позволить себе, например, какие-то вещи, которые, несомненно, имеют заказчика, тоже финансировать за счёт государства, учитывая то, что государства денег-то не очень много? И на каких условиях мы можем это себе позволить? И с каким инструментом? Потому что если возвращаться к второй части, ну, нашего обсуждения, значит, это деньги должны выделяться на постоянной основе, как некая база, которая, за которой нет, ну, жёсткого спроса, например, конкретного спроса, или всё-таки это деньги, которые должны очень жёстко привязаны быть к конкретному, абсолютно понятному результату, не в виде тех или иных статьи, а в виде конкретного изделия, которое можно потрогать, там, руками, например. И, может быть, это связано одно с другим. Владимир Юрьевич, не хотите пару слов сказать на эту тему? Нет, сидя, сидя, только сидя, да. Называй кнопку. Разумеется, смотрите, как было устроено финансирование в Советской России. Ведь на фундаментальную науку ушло, может быть, 5%, а на прикладной – 95%, но, тем не менее, фундаментальная наука, бра, процветала. Фундаментальная наука, которая иницинируется любопытством, удовлетворение любопытства за собственным любопытством за государственный счёт, как известно, это, на самом деле, как правило, всё-таки более дешёвая часть работы, требующая, хотя, конечно, если говорить о телескопах, например, типа Хабблокова, но я думаю, что в целом, если оценить, то всё-таки вложения, прикладные вещи требуют, мне кажется, всё-таки больших вложений финансовых, потому что, чтобы сделать летающий самолёт, нужен большой коллектив, на самом деле, ведь это же конструкторы, это работа целого института, поэтому действительно, когда я говорю об два к одному, я вовсе не имел в виду отношения, буквально финансовых вложений, я имел в виду отношения, ну, так сказать, как бы, ну, мы, предположим, числа руководителей, которые вот этим... Числа руководителей, которые... Здесь ведь очень важны, ведь ещё очень важная вещь состоит в том, что в науке чрезвычайно велика, особенно фундаментально, впрочем, это в любой, чрезвычайно велика роль лидеров, настоящих, настоящих людей, вот тех людей, которые управляют, которые действительно руководят, потому что лидеров, способных действительно широко смотреть на вещи, и их довольно мало, это штучный всё-таки товар, и в этом смысле всё же фундаментальные науки, как мне кажется, вот такие большие умы чаще появляются, и просто по природе фундаментальной науки, она привлекает людей именно таких, такого масштаба со своими задачами. Поэтому, когда я говорил два к одному, я бы сказал, ну, как это, может быть, я имел в виду общественную значимость, это не буквально надо переводить в финансы, вот как. Я понял, спасибо. Свет есть? А можно? Кнопка. Кнопка. Вы два раза её нажали. Работает, да? Слышно. Вот система мегагрантов очень похожа на европейскую систему ERC, European Research Council, то есть там тоже есть система грантов разного уровня, но вот мегагранты похожи на advanced grant. Ну вот в ERC такая проблема возникла, что кончается advanced grant, и больше, вроде, как бы нечего просить у фонда. И вопрос решается таким образом. Их мало, но предлагаются, предлагаются, к называемой synergy grant, которые объединяют два, три или четыре бывших держателей или новых каких-то, новых участников коллективного гранта, который объединяет несколько, несколько других. И принципиальное требование состоит в том, чтобы это было существенно междисциплинарно, чтобы это были не из одной области, и чтобы, так сказать, один и один было бы не два, а пять, и четыре вот объединённых вместе давали бы в сумме двадцать. Ну и они очень хорошо финансируются, это 15 миллионов евро на пять лет на такой вот крупный грант, в зависимости от числа держателей и грантов, было бы как некая перспектива для мегагранщиков, мегагрант, как вы называете, мегагрант-холдеров, было бы очень хорошо иметь такую возможность. Ну вот я, скажем, я поддерживаю связи с несколькими бывшими держателями грантов, и нам было бы, конечно, очень интересно объединить усилия, и это бесспорно породило бы синергический эффект и, как по-английски говорят, added value. То есть я думаю, что это полностью в русле стратегии, Андрей Александрович, вашей стратегии, да, породить, объединить усилия, создать дополнительные ценности за счёт объединения усилий представителей разных наук. Ну вот моё предложение. Спасибо, коллеги, у меня просьба, когда закончится, когда человек заканчивает, чтобы он выключал. Вот, Владимир Евгеньевич, у вас горит всё, спасибо. Глеб, и после этого я... Ну, очень коротко просто в добавление. Дело в том, что вот из 160 лабораторий, ну, многие даже большинство из них проросли и принесли экспертизу в Россию. И сейчас это то, что вот я беседую с другими мегагранщиками, и особенно то, что я вообще вот за эти дни услышал, что очень много комплементарных друг другу мегагрантов. И получается, что мы тем самым можем как бы соединять свои усилия и действительно сделать здесь экспертизу как бы такой мультипликационный будет эффект. То есть это уже будет фактически то взаимодействие этих лабораторий между собой приведёт, в общем-то, к ещё большим результатам и более интересным взаимодействиям. Вот это, собственно, я хотел добавить. Именно взаимодействие. И иногда это может быть на региональном уровне, но очень много грантов, а не по стране. То есть это надо как на национальном уровне делать. Я Роберт Скандарович. Уважаемые коллеги, я хотел отметить два пункта. Во-первых, часть выступлений было посвящено неким конкретным научным направлениям, которые нуждаются в поддержке и особом внимании. Я всецело поддерживаю, мне, например, несмотря на то, что я далёко от биологии, но вот идея или направление, связанное с бактериями, это очень близко, и в частности в океанологии. Я представляю, я директор Института океанологии. Вот это новое направление в океанологии, новая глубинная, бактериальная и вирусная среда. И это есть актуальное, очень актуальное направление в науке. И второй момент, он связан, я, во-первых, когда входил в первую комиссию, Андрей Александрович, вы помните, которая распределяла мегагранты, вначале я был довольно скептично настроен. Но потом, по мере развития, как этого дела, это, конечно, большое дело. Но вот организовались лаборатории, в вузах, я буду сейчас говорить даже не об академических учреждениях, а в вузах. В вузах особая система, и мне представляется, что поддержка после трех лет или пяти лет вот этой лаборатории, хотя бы в мире, которая образовалась в вузе, дополнить дальнейшая поддержка со стороны Министерства образования и наук является очень актуальным. В наше, вот особенно в наше время, когда фактически экономика стоит, то есть вот я вам могу сказать, что вот мой институт зарабатывает много денег, но все в основном за счет госбюджета. А вот то, что касается частного такого бизнеса, ну, в общем, он в науку мало что сейчас вкладывает. Поэтому мне представляется, весьма актуально, Андрей Александрович, вот все-таки на конкурсной основе вот эти лаборатории, которые организовались, ну, рассматривать вплоть до десяти лет, их финансирование по уменьшающейся, по уменьшающейся, ну, ставке, что ли, и так далее. Потому что все-таки лаборатория должна иметь какой-то поплавок в ВУЗе. В ВУЗе, я подчеркиваю, в ВУЗе, в Академии это другая ситуация. Но для ВУЗа, особенно периферийного ВУЗа, является это чрезвычайно актуальным. Конечно, на конкурсной основе. Каждый, через три года рассматривать, если это активно, то ее поддерживать. Но, конечно, не в тех масштабах, которые были при основании этого гранта. Я сейчас одну вещь хочу сказать. Добавленный вопрос такой. Знаете, это сложный конфликт. Вот поддерживать тех, кто уже существует, или все-таки находить какие-то новые предложения. Я… это сложный вопрос. Вот, прошу. Алексей Климентов. Как говорил Сент-Экзюпери, я прошу прощения, мы в ответственности за тех, кого приручили. За тех, кого мы собираемся приручить, мы тоже в ответственности. Вы знаете, вот. А чиновник несчастный, мы в ответственности за всех. Понимаете, поэтому тут есть некоторая проблема. Прошу вас. Алексей Климентов, профессор МИФИ в Бурхеинской национальной лаборатории. Я очень конспективно, потому что у нас у всех мало времени. Я думаю, что за три года нельзя сказать, что лаборатория хорошая, но можно сказать, что она плохая. Поэтому я думаю, что финансирование должно идти по нарастающей, что на первом этапе люди должны показать, что они хорошая лаборатория, и дальше их финансирование может быть увеличено. И тем самым создается конкурентная основа, и тем самым решается вопрос, когда перекрываются проекты. Второе, будет еще более провокативное, я хочу сказать доброе слово про министерство. Я наблюдаю работу министерства, с точки зрения своего мегагранта, и работу некоторых высших учебных заведений. Я бы сказал, что политика министерства более правильная, она более открытая, она более понятная. Потому что когда университеты России начинают участвовать во всех возможных проектах, начиная от астрофизики и кончая ядерной медицины, и это одна и та же группа людей, им все равно, их задача выиграть этот грант под любую тему. Нет специалистов во всем. Должны быть очень конкретные, очень фокусные задачи. Деньги. Но тут ничего нового нет, потому что физики высоких энергий, все знают, что мы, как сказать, ученые по неволе. То есть Яндекс и Гугл, они гораздо больше имеют деньги, чем мы, тем не менее они приходят к нам и просят с нами работать, потому что у нас есть данные, у нас есть знания. И вообще весь адронный коллайдер – это одна атомная подводная лодка. И когда идет конкурс о деньгах, я хочу привести пример, что суперкомпьютер «Титан», который самый крупный суперкомпьютер, открытый в мире, там есть очень простое правило, что 20% они отдают иностранным игрокам. Для чего? Не потому, чтобы Америка такая добрая, а потому, чтобы понять вот эту тенденцию, какие проекты требуют компьютерного времени национальные, какие проекты приходят извне. И вот тут вы понимаете, где проходит вот эта рамка, где эти часы, по которым вы хотите сверять. Периодически у нас появляются всякие buzzwords, слова, которые вдруг все начинают, вот большие данные, они были этим словом. Вот я могу сказать доброе слово про мегагранты, которое, что по ошибке девочки, которая печатала мой доклад, Big Data теперь пишется в Америке и в России с ошибкой. И это пишется так, как было написано в мегагранте. И это теперь принято, по крайней мере, в двух крупнейших странах, которые участвуют в этом. И вот это было очень спешно, потому что мне мой коллега, американский, он мне вчера прислал, я ему послал программу конференции, он мне сказал, слушай, но русские сделали ту же ошибку. Я говорю, ну, потому что один источник, понимаешь, говорю, вот источник, где было написано Big Data, он был один. Все, спасибо. Ну, хоть что-то внесли. Big Data уже приятно. Так, сейчас я вижу, Алексей, потом. Коллеги, был затронут очень важный вопрос о вот этой жизни после мегагрантов, и приводили пример ERC, вот с synergy-грантами. Я не думаю, что этот пример на 100% можно считать как руководство к действию, поскольку synergy-гранты — это, опять-таки, гранты, европейские гранты, это чума нашего столетия, это безумная бюрократия, которая пожирает неимоверное количество времени бедных ученых. И, в общем-то, я считаю, что европейская наука страдает из-за того, что ее финансирование было в основном переведено на вот эту грантовую систему. Выживают те, у кого есть серьезное базовое финансирование. Вот хороший пример, как надо поступать с ERC-шными победителями, показывает нищая Италия, нищая в отношении финансирования науки, что в Италии были созданы позиции так называемой «пиара-фама», то есть очевидной славы, которые были без всякого конкурса распределены между итальянцами, проживающими как в Италии, так и за ее пределами, победителями, обладателями грантов ERC, для того, чтобы их удержать. Это были постоянные позиции профессорского уровня, на самой высокой ступеньке зарплатной лестницы. И эта программа, мне кажется, очень хорошо сработала. То есть они получили гарантированно на постоянной основе сильных людей, которые уже не исчезнут никуда. Вот в России пока что нас после мегагрантов толкают в объятия моего уважаемого соседа РНФ. И я считаю, что это не по нацелу... Он согласился, если с к ним не придется. Значит, при всем моем почтении и любви к РНФ, я считаю, что это не решение проблем. Гранты РНФ, они меньше, потом нам их не очень охотно дают. И кроме того, это все равно гранты. А здесь речь идет о необходимости перманентного базового финансирования. Я считаю, что успешная мегагрантовская лаборатория уже доказала, что оно такое финансирование заслуживает. И не надо человека заставлять каждые три месяца доказывать, что ему надо еще продолжать платить зарплату. Иначе он сбежит рано или поздно. Вопрос. Я бы сказал так. Есть конфликт интересов, коллеги. Я вам, к сожалению, никуда не денется. Сейчас, одну минуточку. Я вижу очередь. Значит, Владимир, вы, рассказать. Потом я там, и потом, значит, есть. Добрый день, коллеги. Владимир Спокойный. Из Берлина. Мегагрант второй волны в Фистехе уже кончился. Я хотел бы коснуться вот такого вопроса. Для меня научная деятельность – это не только фундаментальные исследования, не только прикладные. На самом деле это треугольник, как всегда. Education, research, innovation. То есть мы не можем никакую часть этого треугольника выкинуть. То есть мы не можем думать, что мы сделаем исследования, будь то фундаментальные, будь то прикладные, если у нас нет научных кадров, которые надо растить. И раньше, в мои молодые годы Советского Союза, у нас были много-много научных школ, которые создавались десятилетиями, и которые все благополучно, я не говорю всех, но в моей области практически все были разрушены. И их воссоздавать – это огромная тяжелая работа. И вот эту сторону совершенно невозможно исключить. И я бы хотел сказать, если у нас есть научный коллектив с научными кадрами, то для меня вопроса не стоит, фундаментальные или прикладные исследования. Конечно, и фундаментальные, и, конечно, прикладные в рамках одного серьезного научного коллектива. Это невозможно отделить, нельзя решить никакой прикладной задачей, если за ней не стоит нормальная настоящая наука. Но это должно делаться кадрами, которые надо растить. И вот когда мы говорим о финансировании, конечно, можно вбухать массу денег. И когда вот первая-вторая волна – это были реальные деньги. Но при тех условиях, вот возьмите, за 2-3-4 года вы эти деньги потратили, и все. Их даже толком переносить никуда нельзя было. А за эти годы не создашь научного коллектива. И можно сколько угодно говорить, да, это должно быть на какой-то базе, а если нет базы, если мы хотим ее растить. Вы понимаете, я прихожу в университет, если я разговариваю со студентом магистрского уровня, это уже поздно, он уже потерян для науки. Реально надо начинать говорить со студентами 2-3-4 года. И их надо вести последовательно-последовательно через уровень бакалавриата, через уровень магистратуры, аспирантуры. И все это можно легко посчитать, какая это перспектива. То есть научный коллектив должен давать студенту перспективу, ну хотя бы 6-7-8 лет, академической перспективы. И это должна быть наш квант планирования. То есть планировать на год-2-3, конечно, можно отчитаться. Можно пригласить ведущих ученых, они сделают сколько-то хорошего качества статей, и может быть повезет с парой-тройкой аспирантов. Но без нормальной функционирующей научной школы мы никуда не продвинемся. И если мы эту компоненту не берем в рассмотрение, то все это пустые разговоры. То есть вот компоненту образования, воспитания научных кадров мы не имеем права забывать, просто в принципе не имеем права. Можно говорить сколько угодно, те проекты, эти, еще раз говорю. Если есть хороший коллектив, вот как у меня в прикладной математике, это совершенно однозначно. Что там и фундаментальные прикладные исследования, они идут бок о бок. И всегда есть кто-то в коллективе, кто-то больше вовлечен в прикладные проекты, кто-то больше теоремы пишет. Это совершенно нормально. И мы подаем на те гранты и на эти гранты. Но мы должны думать о том, чтобы была обязательно возможность роста научных кадров. И вот этот компонент, мне кажется, во всех проектах, грантах, что мегагранты, что новые гранты, РНФ, мне кажется, недостаточно хорошо учитывается этот компонент. Что научную перспективу надо давать. Вот ко мне приходят студенты, я им должен предложить научную перспективу. А что я могу предложить, если я сам каждый свой грант имею с года на год? Как я могу сказать, иди ко мне в аспирантуру или иди ко мне в магистратуру, если я сам в подвешенном состоянии. Если я не знаю, будет им стипендия через год или не будет. И это вот проблема, которая, я не знаю, как ее решать. Я знаю, что у нас в Германии эта компонента очень серьезно рассматривается. Всегда. При любом гранте. Это, я не знаю, больше половины. Значит, ну, у нас сейчас не очень много времени, мы не будем обсуждать вопрос в разных странах. Хотя сразу могу сказать, что в той же самой Германии вы знаете жесткость требований, скажем, анализа там, что Макса Планка, я не говорю про фронгофера даже, которым, так сказать, по значительной степени финансирование идет не государственное, скажем, так сказать, а на условиях софинансирования. Даже в Максе Планке там, значит, достаточно жестко стоят требования. Если ты не выполняешь требования, то закрывают не твою лабораторию, а весь институт. Это тоже существует. И если мы хотим что-то открывать, то мы должны что-то закрывать. Там, вот, нет, нет, не вы, дальше. Мы должны давать возможность и шанс тем, кто приезжает в Россию, должны давать возможность приехать в Россию. Это будет хороший баланс между теми, кто уже здесь участвует в грантах и кто приезжает. Это важно использовать. мы должны использовать мегагранты для получения результатов. И я предлагаю увеличить требования. Если вы хотите продлить грант после пяти лет, и вы должны использовать возможности и подумать, что вы можете еще сделать для того, чтобы улучшить все мегагранты, в которых вы участвуйте, которые вы разрабатываете. Это небольшая доля того, что вы делаете по отношению к тем результатам, которые вы получаете. И вы не должны терять эти результаты и получать за это какие-то вложения. Спасибо большое. Коллеги, я сейчас буду продолжим. Я просто хочу сказать, что, обратите внимание, что конфликт, не конфликт, но конфликт интересов или некие проблемы выбора, которые надо делать, она возникает между тем, что при ограниченных ресурсах мы должны понять, кому отдать предпочтение. Значит, лучше, конечно, помогать всем. Но экстенсивное развитие науки во всем мире закончилось ну или 30 тому назад. Реально. Значит, в России, в Советском Союзе, кстати говоря, мы немножко запаздывали, но тоже пришли к тому, что проблема требует не просто решения, а перераспределения. А перераспределение подразумевает закрытие, как точно правильно сказали, более жестких требований, ужесточение требований. И это означает, что продолжение работы возможно только при том, что вы показываете не те же самые хорошие результаты, которые были у вас там 2-3-4 года назад, а вы показываете лучший результат. В противном случае надо дать шанс тому, кто, может быть, этих результатов еще не достиг, но имеет более высокий потенциал. Это очень жестокая система. Но, к сожалению, это единственно возможно, если мы не хотим застой. Потому что, конечно, раскрученная работа, она долго будет иметь преимущество по сравнению с работой, которая только начинается. Но у нас нет дополнительных ресурсов, чтобы начать что-то, не закончив старое. Мы должны от чего-то отказываться. Когда мы говорим, что надо поддерживать долговременно школы людей, мы должны, может быть, до этого сказать, а какие школы поддерживать не надо, прежде чем говорить, какие школы надо поддерживать. И это должно быть решение не чиновника. Это должно быть решение научного сообщества. Самое тяжелое. Я могу сказать, что у меня ни раз, ни два были разговоры с очень уважаемыми людьми, которые, излагая подробно, почему надо поддержать их работу, в ответ на просьбу, проранжируйте работы в вашей области. Сказали, нет, это не по нашей зарплате. Но мы изложим все, что мы думаем, а вы, пожалуйста, возьмите и сделайте за нас этот выбор. Это нечестная позиция. Если мы хотим квалифицированную экспертизу. Я... Вы хотели, да. Прошу. Андрей Александрович, я принадлежу моему гранту от 2013 года с Иркутским университетом. Мой базовый институт, Макс-Планк институт для физики в Мюнхене, в Германии. У меня идет четвертый год, уже мегагранта. И вот кое-какой опыт накопился у меня. И я бы хотел заметить, там, коротко, наверное, я повторю, что коллеги здесь говорили. Это когда вы сажаете дерево, начали, как семена, семя. И потом вы поливаете. Вы не ожидаете, что дерево на следующий год даст вам плоды. То есть есть инкубационный период. Вы ждете этот инкубационный период. Через какое-то время какие-то деревья дают плоды. Те деревья, которые хорошие плоды дают, их надо еще поливать, за ними надо ухаживать. А есть деревья, которые не очень. Это мое мнение. А предложение у меня такое. Вот поскольку у нас опыт накопился по мегагрантам, структур, структуральные вот такие вещи, я думаю, было бы неплохо вот узнавать наше мнение участников мегагрантов. Каким-то образом организовать. Я не знаю, это опросник или как это будет называться. Я уверен, что не только у меня, но и у моих коллег есть предложение, как можно было бы улучшить в будущем, скажем, структуру мегагранта. Ну, на самом деле сказать, что мы не пытаемся узнать ваше мнение, будет некоторым впечатлением. Вот я могу сказать сейчас, Руслан. Вот я могу сказать, что, собственно говоря, вчерашняя встреча некоторых ваших коллег с президентом, она, собственно, и была посвящена тому, что они говорили не свою личную точку зрения, а то, что они как раз они, ну, опирались на мнение тех коллег, которые были влечены в мегагранты, на сообщество. Я, если они не полностью выразили, значит, у нас вся их, вся беседа, она в интернете, вы можете посмотреть, вы можете, фамилии их известны, вы можете их, так сказать, немножко воспитывать. Смирнов сразу говорит, что не надо нас воспитывать, мы все правильно делали. Вот. Нет, на самом деле, собственно, наша встреча, она этому и посвящена, потому что я несколько слов все-таки в конце хочу сказать, что хотелось бы получить в качестве, ну, реакции, ответа от мегагрантиков. Руслан, прошло. Руслан Валеев, мегагрант Санкт-Петербургском госуниверситете. Когда объявили о встрече с Андреем Александровичем, нам сказали, что пойдет разговор хотя бы краткой о стратегии развития науки в России на долгосрочный период, которая должна быть принята до конца этого года. И вопрос, конечно, возникает, это очень важный вопрос, принципиальный, потому что задача повысить эффективность российской науки. И вот есть ли у нас такое единое понимание вообще, вот, так сказать, о результативности, в том числе и мегалабораторий, вот этот вопрос мы уже начали дискутировать. И я думаю, что, к сожалению, вот такого единого понятия в российском научном сообществе нет. И потому что, в частности, нет строгих критериев, а что такое вот ведущий ученый, я вот по себе знаю и много критических замечаний, например, те, кто выиграли мегагрант, это не ведущие ученые, там повезло, и еще масса таких примеров. Потому что он... Ну, те, которые, может быть, они не здесь, которые так думают. Но вот это должно быть едино принято, потому что какая наука нужна нам. И вот если бы у нас были критерии этой результативности, в том числе для мегалабораторий, вот наша дискуссия бы пошла намного проще. И вот тот первый вопрос, который вы поставили, роль науки и так далее. А что надо нам от мегалабораторий, видения руководства, власти, научного сообщества? Что бы хотелось от этого иметь? И вот мы с этих позиций, если бы повели разговор, я думаю, он был бы плодотворнее. И нам здесь выработать нужно единую позицию. Ну, Руслан, как мы с вами оба понимаем, такой вопрос за таким столом сходу вряд ли удастся решить. То, что этот вопрос стоит, собственно, не просто не секрет. Я этот вопрос поднимал в том или ином виде. И более того, мы просили, чтобы тем, кто это интересно, тот вариант сегодняшней, еще точнее окончательной стратегии, которую мы пытаемся разрабатывать, он был разослан мегаграндником. Потому что нам интересна позиция участников сегодняшней встречи именно потому, что, ну, не оперируя с понятиями ведущий-неведущий, я бы хотел по-другому. Это активно работающие люди, у которых есть достаточно жесткие критерии требования внутренние, чего они хотят добиться. И они должны это выполнить просто для того, чтобы, по крайней мере, значит, выполнить взятые на себя обязательства, а по возможности и продолжить эту работу. Если бы они не хотели это делать, они бы не участвовали в этом конкурсе. Правильно? Поэтому такой вопрос стоит, конечно, конечно. Но мне бы хотелось, чтобы эти предложения звучали не потому, что... Мы же не в школе. Что я задал вопрос, значит, кто первый ответит? Ну вот кто-то поднял руку, значит, ответил. Баладец. Тебе пятерка, а тебе пока тройка, потому что ты ответил не совсем правильно. Речь о том, что эти инициативы, они должны, по-моему, значит, предлагаться и решения должны предлагаться в инициативном порядке. Только тогда они имеют определенную ценность. Потому что самое трудное сформулировать вопрос. Не вообще. Ну вот мне казалось, что я попытался сформулировать развилки, но эти развилки носят общий характер. Если мы начнем эти развилки сужать, то это уже будет не свободное предложение идей. А это будет такая, ну, отчасти школярская, ну, либо студенческая работа. Знаете, вот ответьте правильно на вопрос. И я буду как учитель. Я не хочу и не могу быть учителем в этой аудитории. Не могу. Я не считаю себя более компетентным в этих вопросах, чем любой из присутствующих. Вот. Я прошу, да. Прошу вас. Я хочу сказать, что вообще деление науки на прикладную, фундаментальную, ну, оно несколько ошибочное. Потому что мы получаем какой-то заказ, начинаем выполнять какие-то исследования, обнаруживаем какие-то новые эффекты, делимся с этими, своими вот результатами с тем, кто нам эту работу дал. И они позволяют нам часть, скажем, того материала, который нам был представлен, использовать для исследований более широкого характера. И рождается новая теория, рождается, ну, совершенно неожиданно, как бы мы делали практическое дело. А и фундаментальные тоже исследования, они цены, всегда ты получаешь какое-то удовлетворение, что то, что ты придумал, оказалось, что имеет широкое практическое применение. Вообще, голова, мозги ученого, это какая-то неконтролируемая, неожиданная, неожиданный объект, который непонятен самому обладателю этой самой головы. Ты иногда идешь за хлебом, там, и рождается та идея, над которой ты думал, там, месяц, может быть, год, вот, или во сне это все происходит. Поэтому я думаю, что сопоставление между финансированием, там, фундаментальной и прикладной науки, ну, это один к одному примерно. Потому что эти два вопроса, они очень тесно взаимосвязаны. Предыдущий доклад выступающий чуть-чуть затронул то, что я хотел сказать. Мне кажется, что нет фундаментальной и прикладной науки, есть наука. Причем наука, либо она есть, либо ее нет. Причем хорошей, плохой науки тоже не существует. Либо она есть, либо нет. Теперь, что касается, и к этому надо серьезно относиться. Я здесь представляю медицину, и должен сказать, что в медицине это абсолютно связанные вещи. Выяснение патогенеза какого-то заболевания или причина, почему больной не отвечает на то или иное воздействие, принципиально важно для того, чтобы сделать тагетную терапию, для того, чтобы доставить лекарства туда, куда нужно. То есть это работа вместе. Поэтому мне кажется, что если говорить о финансировании, надо говорить о том, финансируется ли принципиально важное в данном случае направление, которое либо общество требует, либо требует логическое развитие науки. И вот это необходимо сделать. Второе. Я не согласен с одним из выступавших, что вот прошло три года, и дальше ничего нет. Это неправильно. Это неправда. Может быть, где-то и нет, а где-то есть. Вот там, где есть, там должна быть помощь той организации, где она есть. И о себе могу сказать, что она есть в определенной степени. Нужно ли поддерживать такие лаборатории? Да, наверное, до какой-то степени нужно. Но в то же время, каждая лаборатория, во всем мире, мы все живем на грантах. У нас у всех есть свои гранты, нам три года на пять лет. Грант заканчивается, ты подаешь на новый грант. Это во всем мире. Нигде нет лаборатории, которые поддерживаются всю жизнь. Но я, по крайней мере, не знаю ни одной такой лаборатории, ни в одной стране. Поэтому говорить о том, что вот, да, какое-то базовое финансирование нужно, но не более того. Люди должны зарабатывать деньги. Третье. Обучение. Если я правильно помню, когда первый раз мы встречались, вот, Андрей Александрович и в министерстве, то тогда и был разговор о первой волне грантов, что грант создается для того, чтобы была сделана лаборатория, коровая, на базе которой должно что-то развиваться. А это и есть обучение. И, я не знаю, но, по крайней мере, мы старались это сделать, чтобы выучить молодых ребят, да, брали студентов, брали аспирантов. Ну, кто-то из них уже вырос, кто-то перешел в промышленность, в фармацевтическую индустрию, но все равно это состоялось. Вот что касается грантов, сейчас это частично изменилось, но все-таки не полностью. Это рецензирование и оценка грантов. Вот это принципиально важно, чтобы вы сказали, Андрей Александрович, что все это, так сказать, ваши коллеги. Да, это наши коллеги, которые проводят рецензирование, но должен сказать, как-то я сказал об этом однажды Панченко, назовите одно имя человека, который сделал недобросовестное рецензирование. Этого будет достаточно для всех остальных, что никто этого делать не будет. Понимаете, вот это принципиально важная вещь, когда один нечестный человек пишет свое заключение, которое потом вводится как бы в практику. Вот это, к сожалению, в России еще не преодолено. А что касается в общем мегагрантной программы, я считаю, что она предельно положительна, и она дала большой толчок в науке. И я искренне благодарен от самой этой программы, один из них сегодня ведет наше совещание, за то, что эта программа была создана. Это очень важно. Спасибо. Я хотел сказать, что по поводу рецензирования. Вот завтра будет специальное круглое стол, посвященное фонду, да? С утра. И вот Александр Митальевич Хлонов, который здесь присутствует, он может рассказать, сколько десятков рецензентов они отодвинули от рецензирования именно потому, что люди не справились с конфликтом интересов. Было много обид, было много, значит, я знаю, там, значит, люди обижались, жаловались. Но это делалось. Но это не делалось, значит, по телевидению и публично. Не надо, значит, если человек ошибся, то не надо его позорить на весь мир. Но коллеги знали, что этому человеку больше работа на рецензии не пойдет. И он знал, что коллеги знают. Я думаю, что это достаточно серьезная вещь, позволяющая все-таки вот этот процесс, который вы сказали, запустить. И третья вещь, которую я хотел бы. Мы трогали с разных сторон, значит, затрагивали вопрос, связанный с подготовкой кадров. У нас запущен был чуть больше года тому назад проект поддержки школьников, одаренных ребят. В Сочи был создан центр, называемый «Сириус». Часть людей, часть о нем слышали людей, часть, может быть, даже были. Я просто хотел, чтобы буквально три минуты попросить генерального директора этого центра, Елена Владимировна Шмелеву, сказать, и у меня просьба ко всем присутствующим, может быть, пообщаться с ней в перерывах, потому что очень важно, чтобы эти ребята, действительно блестящие, талантливые ребята, приезжающие со всей страны. Это смены, которые проходят ежемесячные смены, и которые приезжают ребята со всей страны, действительно очень четко отобранные по результатам Олимпиад. Там хорошая экспертиза, Борис, хорошая, честная экспертиза. И мне кажется, очень важно было бы, если бы те, кто будут иметь такую возможность, нашли бы время, посетили бы этот центр, встретились с ребятами. Я знаю, что Стас Смирнов является одним из очередителей этого фонда, и он много времени там проводит, он может вам подробно рассказать, но тогда у меня предложение такое, чтобы не сорвать весь график. Сергей Артурович, если есть что-то очень важное и нужное. Я очень кратко скажу, продолжая мысль, Борис Давыдович, что все те, кто подавал на мегагранты, при всех наших особенностях нашей системы, правила игры были известны. Что есть правила игры, мы подаем. Было известно уже после первой волны, что финансирование, когда оно приходит, что фактически это даже не полных три года, и дальше есть возможность либо продлевать, либо не продлевать. В этом смысле было написано, мы действовали согласно тому, что было написано. То есть мы жаловаться не должны. Как известно, известно, что есть блестящие лаборатории, которые подавали на продление, и продление не получили, потому что продление было конкурентно. Так что здесь тоже никакой особой ситуации, но такая, как она есть. Теперь я просто хочу обратить внимание, поскольку большая часть присутствующих это все-таки люди, работающие за рубежом. У нас сейчас, в связи с тем, что упоминался РНФ, как та организация, которая должна финансировать дальше постмегагранта, то вы должны понимать, что для нас, те, кто работает здесь, есть определенная проблема, потому что мегагрант по своей самой сущности это есть перенесение науки ведущего ученого в какое-то новое место. И, следовательно, подавая на грант РНФ, обязательно возникнет перекрывание. И поэтому люди, которые работают здесь, у них меньше морального права подавать на продление мегагранта. И они это знают, и они должны за три года раскрутить так, чтобы это дальше как-то крутилось, потому что подавать на уже другие гранты будут другие люди. У иностранцев этой проблемы как бы нет, потому что они не могут подавать на полноценные гранты РНФ. Спасибо. Коллеги, у нас очень много что обсудить. У нас будут возможности в других круглых столах. Лена, действительно, буквально пять минут. Коллеги, добрый день. Меня зовут Елена Шмельева. Я руковожу фондом «Таланта и успеха» и центром «Сириус», который создан в Сочи. Это очень необычный центр. Во-первых, у нас действительно очень высокая экспертиза, очень высокие критерии отбора. У нас очень результативные дети, они как раз побеждают на международных олимпиадах, на всероссийских олимпиадах. И приезжая к нам в центр, они получают уникальную образовательную программу до 110 академических часов, хотя и длится 24 дня. Мы еще необычны тем, что попеческий совет возглавляет Владимир Владимирович Путин лично. Он лично занимается этим проектом. И находимся мы на олимпийской инфраструктуре в городе Сочи. Соответственно, у нас уникальные возможности и для науки, и для спорта, и для искусства. Это как раз те направления, в которых работает центр. Они были выбраны потому, что есть задача воспроизводить лучший педагогический и профессиональный опыт в тех областях, в которых Россия известна, всегда будет известна, мы надеемся. И мы развиваем именно эти направления. Мы также являемся операторами по ведению реестра одаренных детей. Сейчас в базе, которую мы ведем, физически есть данные о победителях и значимых конкурсах, которые проходят по всей России. Мы также являемся операторами по выплате грантов президента Российской Федерации тем одаренным школьникам, которые поступили на приоритетные направления и поступили в российские вузы и собираются продолжить научную или профессиональную карьеру здесь. Соответственно, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вами в плане экспертизы и тех образовательных программ, и в плане личных визитов, и в плане развития той инфраструктуры, которую мы получили от постолимпийского Сочи. Потому что она уникальна, и она позволяет развивать лаборатории, которые позволяют как раз те научные школы и научные кадры, о которых уже говорилось неоднократно, воспитывать, начиная со школы. Потому что нам кажется, что надо приходить в школу, надо приходить даже, может быть, в среднюю школу и рассказывать о тех направлениях, популярно рассказывать о том, о чем очень много говорилось здесь на конференции, о тех направлениях, в которых вы работаете. Потому что такой сейчас длительный цикл подготовки научных кадров и кадров, которые будут заниматься и приходить в ваши научные коллективы. Поэтому я очень прошу по возможности приезжать к нам в гости. Мы оплатим перелет и предоставим все условия для того, чтобы вам было комфортно работать. Это очень важно, потому что за год работы нам удалось создать живую среду, живое знание, очень неформальное, объединить самые сильные школы региональные, самые сильные центры. Во многом благодаря тому, что это действительно такой не очень формальный подход. И подход очень индивидуальный. Потому что все дети приезжают на индивидуальные образовательные программы, и мы их разрабатываем фактически очень четко, учитывая те интересы, которые одаренный ребенок уже проявил. Соответственно, это тоже достаточно необычно. Мы получили в пользование не только уникальный отель, это четыре звезды отеля, теперь он превратился в вольный кампус, мы строим школу, но мы еще получили ряд спортивных объектов. Это шайба-тренировочная арена «Лед», там у нас занимаются фигуристы и хоккеисты. Но мы еще получили здание большое главного медиа-центра Олимпиады. Это 150 тысяч квадратных метров, там 5,5 красных площадей в эквиваленте. Соответственно, по решению попечистского совета, это здание сейчас перепрофилируется под нужды образовательные. Мы делаем там самый большой, наверное, он получится просто по факту самый большой. И мы хотели бы его сделать самым содержательным сайн-центром в Европе, потому что действительно такие очень большие площади. Я вот там коротко представила какие-то схемы, чтобы это было понятно, что действительно очень большой проект на многие годы, концертный зал строится. И мы очень заинтересованы в экспертизе, потому что нам кажется, что надо рассказывать популярно и с очень большой перспективой на будущее про те вот эти 10, 15, может быть, даже больше лет, которые помогут определиться нашим одаренным детям и с их дальнейшими перспективами, и, наверное, с профессиями, и с теми областями, в которых они себя видят. Спасибо большое. Я раздам информацию в перерыве. Коллеги, вот я в завершение, так сказать, того. Во-первых, все, что сказано, мы соберем. И не как говорил Виктор Степанович, нам орден, положим в одно место, а мы соберем и будем использовать. Во-первых. Во-вторых, вопросы, которые были поставлены, они все-таки на некоторые из них прозвучали. Если не ответ, это пути решения. Спасибо большое. В-третьих, у нас начинается работа секций, и она будет продолжаться у вас еще два дня, да? Если не считать, всего два с половиной дня. К сожалению, мне завтра, я завтра еще наутренне, видимо, успею совещать. Дальше мне уже придется уехать, потому что там есть некое мероприятие в Москве. Но мои коллеги остаются. И самое главное, я еще раз хочу, мы увидимся сегодня вечером, я надеюсь, с присутствующими, и можем что-то уже менее формально обсудить. Но у меня главная просьба, значит, во-первых, будьте критичными, и во-вторых, не бросайте то, чем вы занимаетесь. Вот. И конкретно, вот все-таки подойдите, пожалуйста, к Леониду Владимировне, значит, нам бы, или вот к, да, ну, Станислав Константинович, он не может, так сказать, оставить покой. Он говорил о девушках, что вы и к нему тоже подходили. Вот. И это очень интересный и важный проект, и очень было бы здорово, если бы кто-то из вас, заинтересовавшись им, принял в этом проекте участие. Спасибо большое, будем продолжать работу. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ